Из книги «Открытым оком» седьмой том. Тема Лапкиной книги. Вопрос 1845. Если бы к вам в гости приехал сегодня Златоуст и Василий Великий, то не разошлись бы вы, как в море корабли, отвечает Игнатий Тихонич Лапкин. Не думаю, что стал бы я киривить душой что-то пред ними скрывать из своих убеждений. Для меня они просто дорогие братья, а их звания для меня совершенно не действуют гимнатически, как на попов. Серафим сказал, Амбросий Оргинский сказал, и уже падают в обморок. 1 Коринфянам 4.3. Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди, я и сам не сужу о себе. Принял бы, накормил, хотя ей всего лишь махонькая обложка, в сравнении с этими гигантами, но со Златоустом сошлись бы несравненно больше. С Василием Кесарийским вполне могли потолковать о монашестве. Зачем он все это придумал? Я бы ему рассказал о беседе Христа с Никодимом и спросил бы, когда у вас было рождение свыше, когда и как вы полюбили не уставы монашеские, не житие монашеское, а ведь благую. 2 Коринфянам 4.3. Василий Великий был привязан к вещам, видимым чрезвычайно, и искал искусственные чудеса. С ним мы могли разойтись крепко. 3 Коринфянам 5.3. А вот с Иоанном из Антиохии набеседовались бы досыто. Но о монашестве спросил бы его и об уверовании. В этом и он погрешал, что восхвалял монашество. Я бы ему доказал, что монашество это не евангельское установление. И монашество погубило веру евангельскую. Монашество высосало силы из народа. Я бы только благодаря белому духовенству кое-где были искры веры. Теперь бы им уже это сильно не нужно было доказать. Они бы увидели развалины египетских монастырей. Они бы почитали о, в кавычках, голубых епископах, о женатых иерархах, о живущих по мирским домам, уже монахах и уже инокинях. Я за то, чтобы служили Господу свободно, без оков на ногах, без женитьбы, но и без обетов монашеских, этим удавкам на молодых. Монашество только на определенный срок. И все силы на подготовку проповедников и скорее в страну дорогую, чтобы просветить их самих. Чем больше я живу, тем глубже тайна жизни, тем призрачный мир, страшнее себе я сам. Чем больше я стремлюсь к покинутой отчизне, к моим безмолвным небесам. Чем больше я живу, тем скорбь моя сильнее и неотзывчивей на голос дольних бурь и смерти. Моей души все ближе и яснее, как вечная лазурь. Мне юности не жаль, прекрасней солнца мая, мой золотой сентябрь, твой блеск и тишина. Я не боюсь тебя, приди ко мне, святая, о старость, лучшая весна. Тобой овеянный я снова буду молод под светлым инеем безгрешной седины. Как только укротит во мне твой мудрый холод и боль, и бред, и жар весны. Дмитрий Мережковский